Всем привет, мои дорогие друзья! Очередная очень интересная украинская монета, посвященная украинскому наследию, это решетиловское ковроткачество. То есть там люди шьют ковры и очень интересно у них это все дело получается, там интересные узоры. В основном используются растения и животные, периодически люди какие-то встречаются, монета очень красивая, сейчас попробую достать ее из капсулы, дабы подетальнее разглядеть, скажем так, эти все элементы. Открыл конечно очково-параш на капсулу, но все равно интересно, значит здесь красивый дизайн на монете, постараюсь максимально показать насколько это возможно, потому что хочется все детали уловить, но действительно интересно сделанный чекан, красивая монета, как всегда НБУ на высоте. Достаточно перспективная монета, сразу вам хочу сказать, потому что эта монета уже четвертая в серии, первая украинская вышиванка, цена улетела в космос, на Луну, там или куда-нибудь еще. Такой аналог биткоина за 5 лет, стоимость у обычной монеты с тиражом в 30 тысяч штук уже под 1000 гривен добирается, это конечно удивительно, но кто не успел купить себе? Украинскую вышиванку, настоятельно рекомендую поторопиться, потому что монет, во-первых, не так уж и много в продаже, во-вторых, действительно красивая монета. Итак, эта монета у нас четвертая в серии, почему же она стоит так дорого? Ну, мое личное мнение, это связано конкретно, во-первых, сувенирная упаковка, очень дорогая бумага, очень, ну, я просто знаю, как уже сталкивался с тем, что мне нужно что-то сделать, и вот я вам честно скажу, что данная бумага на сувенирке очень дорогая. Тут они вложились, постарались, вот так, традиции, а почему здесь 17-й год? Ага, вот в 17-м году вот это искусство, ковроткачество вошло в наследие Украины в 2017 году, то есть до 17-го года не было признано украинским наследием, было просто какие-то ребята что-то там делают, то есть, ну, как обычно это и происходит. Хочу вам показать еще одну очень интересную монету, она так интересно упакована, кстати, здесь тоже очень дорогая сувенирная упаковка по материалу, почти похоже на эту же, это Петрикевский роспись, то есть, это тоже расписная тема, уже как, грубо говоря, Кассивский, вот и Петрикевский, то есть, тоже тут разрисовывают тарелочки всякие, ну, в общем, глину, керамику и не только, вот даже стены, видите, разрисовывают, то есть, люди профессионально рисуют именно в колоритах и цветах, то есть, по этим рисункам можно определить сразу, что это из Украины. Монета очень красивая, тоже классно сделана, в сувенирной упаковке, еще и с двух сторон цветное изображение, там по печать, так называемая, тираж 35 тысяч штук, стоимость данной монеты уже около 300 гривен, кто не успел, поторопитесь. Про Кассивский роспись я вчера рассказывал, буквально показывал, насколько суперкрутая сама по себе монета, монета-бомба, имеет форму тарелочки, видите, через капсулы этого не видно, но я вчера просто офигел, то есть, здесь высокотехнологичная сама по себе монета, то есть, даже сама монета, она уже является культурным наследием Украины, помимо того, что здесь изображено, потому что я считаю, это лучшей юбилейной монеты Украины, хотя у меня в руках еще не было монеты, как она там, украинская вышиванка, мне кажется, там тоже есть на что обратить внимание. Итак, что же касается стоимости данной монеты, значит, банк ее отдавал в сувенирной упаковке 103 гривны, а обычная 71 гривна, то есть, без сувенирной упаковки, ну, скажу так, это достаточно дорогой вход, тираж 40 тысяч штук, если не ошибаюсь, или 45, сейчас посмотрим, да, 40 тысяч, вот, и на данный момент ее продают в среднем 150-170 гривен, однако же, пока никто не покупает, потому что в банках еще количество есть, сейчас выброс происходит, по онлайну люди ее там забирают, то есть, в принципе, через годик, я думаю, у нее начнется рост, то есть, если у вас есть возможность, я прям рекомендую просто купить, положить и пускай лежит, она будет догонять Кассивский, она будет догонять Петрикевский, вот этот роспись, Ну, конечно, вышиванку вряд ли догонят, потому что вышиванка это самая, скажем так, более не менее знаменитая и распиаренная тема в Украине, потому что с этими вышиванками носятся уже на протяжении 7 лет, соответственно, монета, посвященная вышиванке, это будет, ну, постоянно востребовано, и, соответственно, монета с вышиванкой будет непрерывно продолжать дорожать, Несмотря на то, что есть дубль в серебре, сейчас я вам их покажу, вот таким образом выглядит монета из Нильзербера, тираж 30 тысяч штук, в принципе, не очень большой, монета очень красивая, мне просто очень интересно в руки взять, посмотреть на вот этот элемент, как это сделано, также на это очень интересно Ну, а вот так выглядит вышиванка в серебре, в серебре, конечно, немножко попроще, однако здесь вот этот эффект, он лазерный, он разноцветный, переливается цветами от преломления света Тираж, правда, 5 тысяч штук, достаточно большой для такой монеты Ну, не в смысле, что там огромный тираж, но в то же время, чтобы у нее была стоимость такая интересная или там инвестиционная привлекательность, тираж, конечно, большеватый для такой монеты В целом, скажу я вам, дорогие друзья, тема очень интересная, развивается, всего лишь пока 4 монеты украинского наследия, ждем еще, я думаю, будут там еще очень много у нас есть нюансов, которые нам, грубо говоря, подскажут об украинском наследии, потому что по всей территории Украины разные есть нюансы Однако, для того, чтобы выпускалась та или иная монета, необходимо, чтобы, грубо говоря, представители того или иного украинского наследия заявили об этом банке, о желании выпустить монету Я вчера общался с одним коллекционером, он сказал, что основная часть монет, которые выходят из Национального банка Украины, это, грубо говоря, идет заказ на популяризацию своей той или иной темы То есть музея, института, университета, вот этих вот штук и так далее, это все реально люди скидываются баблом, приходят в банк, говорят, чуваки, нам надо сделать, пожалуйста, сделайте 25% тиража они выкупают, плюс они оплачивают изначально стоимость тиража и всего изделия Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить, всем удачи, пишите свое мнение в комментариях, пока